МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Десна ТВ Новости в студии Олег Соловьёв. Главные темы сегодня. Плановый рейд по торговым объектам города. Я сюда приехал, а штопал волженщину. Да? Протокол написал. Да уже два раза. Не до этого я приезжал, тоже писал. Музыкальный конкурс атомных городов с озвучием мирного атома. Мне было, конечно, играть легче, потому что иногда на зрители отвлекаешься, потому что в зале бывают родные, друзья, и хочется, чтобы всё было безупречно. Увеличение количества заболевших новой коронавирусной инфекцией в Десногорске фиксируется ежедневно. Одной из превентивных мер становятся регулярные рейды представителей администрации и Роспотребнадзора. В пятницу 6 ноября проверка санитарных мер прошла на Десногорском рынке, в том числе по причине обращений граждан. Я сюда приехал, штопал волженщину. Да? Протокол написал. Да уже два раза. И до этого я приезжал, тоже писал. Тем не менее, при визите комиссии всё было в пределах нормы. Наличие антисептиков, маски и перчатки на продавцах и покупателях. На момент проверки все продавцы в масках. Требования закона, указа губернатора соблюдаются. Также комиссия посетила павильоны непродовольственных товаров, где, как выяснилось, тоже не пренебрегают особыми санитарными мерами. Если покупатели приходят без маски, обслуживаете? У нас все покупатели приходят без маски. Все сознательные. Подобные профилактические рейды представителями администрации и Роспотребнадзора будут продолжены и далее. Сферы образования и культуры, похоже, смогли адаптироваться к нынешней эпидемиологической ситуации. Это доказывает и очередное творческое мероприятие, которое проводится в онлайн-формате. Фестиваль-конкурс «Созвучие мирного атома» объединяет юных музыкантов-исполнителей из городов присутствия атомных станций России, Венгрии и Республики Беларусь. Впервые мероприятие прошло в прошлом году, и тогда было решено сделать его регулярным. В 2020-м мероприятие посвящено 75-летию атомной отрасли. В Десногорске муниципальный этап прошел в детской музыкальной школе имени Глинки. Участниками стали юные музыканты, исполнители возрасте от 10 до 14 лет. Из восьми возможных номинаций предпочтение было отдано четырем. Фортепиано, народный инструмент, инструментальный ансамбль, струнно-смычковые инструменты. Из-за пандемии мероприятие проходит в заочной форме. Конкурсанты выступают практически в пустом зале. И зрителей – только преподаватели и видеооператор. Мне было, конечно, играть легче, потому что иногда на зрителей отвлекаются, потому что в зале бывают родные, друзья, и хочется, чтобы все было безупречно. Но большие перерывы в творческой деятельности, они, как показала практика, не приносят хороших результатов. Поэтому мы за любые мероприятия, в которых требуется поддержание себя в тонусе исполнительства. Видеоматериалы с выступлениями пяти конкурсантов будут отправлены в Оргкомитет конкурса. А дальше по решению жюри следующий этап – галоконцерт в рамках форума фестиваля «Созвездие городов АЭС». Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 10 ноября в Десногорске переменная облачность, осадки не ожидаются. Днем плюс 5, ночью около 1 градуса тепла. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна-ТВ. Всего доброго!